и снова всех приветствую на нашем канале вокруг водоемов и гостей и подписчиков да если вы еще наш подписчик на канале обязательно подпишитесь и не забудьте поставить колокольчик я думаю каждый найдет себе что-то полезное с этого канала итак друзья будем делать мы резинку до ловля на резинку для этого нужно как видите очень много ну и не сильно и затратно будем делать своими руками значит для этого нужна сама резинка у меня например 16 метров от резинки карабинчики крючки пятерочка бусинки крупные леска под поводочки двоечка и основная леска пятерочка можно использовать от 0.35 до пятерочки как основную леску я взял пятерочку вот и маленький бисер нужен маленький бисер стопорку стопорочки потом объясню для чего и кембрики вот кембрики пружинки небольшие маленькие самые маленькие которые нашел в магазине ну там нужно будет мне две пружинки но взял на всякий случай 3 и вертлюжок и так приступим и так изначально берем основную леску пятерочку отмеряем запаса 4 метра и так отмерял 4 метра запасе ком наш перу край лески и делаем узелок вот его протягиваем и возле катушечки я затягиваю этот узелок обязательно смачиваем и хорошенько затягиваем берем маленький бисер и протягиваем его до того узелка теперь берем большой бисер бусинку будем также называть и протягиваем его до маленького бисера но сразу же давайте возьмем маленький также чтобы застопорить большой бисер также продеваем маленький вот и протягиваем смотрите что получается маленький бисер большой и маленький на большом будет у нас поводок с крючком здесь же также делаем узелок чтобы это все застопорить разбежность между ними ну примерно где-то 7 6-7 миллиметров чем ближе тем лучше ну и сильно тоже не перестарайтесь чтобы большой бисер свободно гонял туда-сюда также смачиваем затягиваем хорошенько затягиваем теперь самое главное не забываем за кембрики берем кембрик продеваем этот кембрик служит нам для крючков ну чтобы они не путались при забросе когда мы сматываем резинку чтобы мы зацепляли туда крючки вот притянули кембрик и теперь через 30 сантиметров делаем узелок следующий также не забываем смачивать и хорошенько затягиваем опять же повторяем те же самые действия берем маленький бисер большой бисер и маленький это все протягиваем и так протянули и тут же делаем опять же узелок чтобы это все застопорить и так 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 вот что у нас получается 30 сантиметров друг от друга будут поводочки теперь же опять берем кембрик друзья это самое главное не забывайте часто я бывает забывался да я и знаю люди тоже забываются вроде бы это все простейшее и оно тоже немаловажно так что обязательно не забывайте за кембрик поцепили поцепили бусинки поцепили кембрик протянули кембрик теперь через два поводка вот цепляем пружинку для этого берем стопорки продеваем стопорок теперь продеваем пружинку и опять же стопорок протягиваем пружинку со стопорками значит смотрите 20 миллиметров где-то от пружинки до бусинки то есть между бусинкой и следующей бусинкой должно быть 40 сантиметров отмеряем 40 сантиметров до следующей бусинки но не переживаем крючки не будут путаться за пружинку потому как здесь будет постоянно каша итак отмерил 40 сантиметров до следующей бусинки и тут же делаю узелок и его затягиваю смачиваю и затягиваю и опять же берем те же самые действия маленький бисер большой бисер и маленький бисер значит следующая пружинка у меня будет через три крючка итак как я говорил через три поводка вот цепляю еще одну пружинку то есть первый раз мы через два поводочка поцепили пружинку теперь через три поводка цепляем пружинку не забудьте обязательно продеть кембрик вот потом берем стопорок кстати возможно кому пригодится вот бывало такое что стопорки слетали да вот и нема уже как надеть их берете просто иголку желательно таким ушком чтобы побольше да чтобы леска пролезла вот берете стопорок стопорок вот стопорок видите без проволочки иголкой продеваем острием насаживаем на иголочку а в ушко всовываем леску а теперь берем стопорок стягиваем немножечко берем плоскогубчики вот и тянем стопорочек чтобы иголку не сломать вот все стопорочек пролез так можно немного и сэкономить чтобы не покупать новые это все протягиваем обязательно не забывайте 40 сантиметров от этой бусинки поводка до следующей бусинки между ними пружинка так теперь на край нам осталось привязать верхнюю и карабинчик значит от бусинки от крайней от последней до края резинки где будет у нас цепляться 15-20 сантиметров расстояние ну я буду делать 20 сантиметров вяжу я кровавым узлом вот продеваю вертлюжок край обматываю по основной лесочке пять раз и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Осталось привязать сюда резиночку Берём резиночку Нипелёчек в рыбацких магазинах продаётся Вот он такой И чёрный, и белый есть Теперь нужно натянуть Вот этот нипелёчек На эту резинку Делаем первый узел Затянули И ещё один узелок вот здесь Делаем Ну, как бы она экстраховочная идёт Вот, всё Резиночка готова А теперь берём Карабинчик Получается, карабинчик Нашу резинку не режет Не окисляет Теперь переходим к самим поводкам С крючками Итак, берём Леску Двоечку Под поводочки Значит, поводочек должен быть Где-то 10-12 сантиметров То есть У нас разбежность Между Бусинками Получается 30 сантиметров То есть И можно Делать 10-12 сантиметров Я буду делать 12 сантиметров Отмеряю Ну, чуть больше Сначала я привяжу Саму поводочек А потом только крючок Продеваем в красную бусинку Так продели Опять же Пять раз обматываем Край лески Пять шесть раз Достаточно Смочиваем Смочиваем И затягиваем Затягиваем Очень хорошо Лишний край Обрезаем Всё, вот поводочек готовый Теперь привязываем крючок Крючки вяжу я вот так Смотрите Постараюсь на камеру Это всё передать Вот Держу крючок Продеваю Обкручиваю Кольцом И вокруг крючка Обматываем Раза четыре Край лески Вот И в эту петелечку Колечко Которое у нас получилось Где мы пальцами держали Просовываем леску Край лески И затягиваем Вот Плосковучками Чтобы в руки не вогнать Придержим аккуратно крючок Вот И затянули Вот смотрите Идеально Поводочек Сопоставляется С предыдущим поводочком 12 сантиметров Лишнее обрезаем Ну Старайтесь не по самое Обрезать Немножечко Чуть-чуть Оставляйте Кто его знает В воде Оно немножко Может ещё подтянуться Всякое бывает Вот Я немножко Оставляю Чуть-чуть Ну чтобы рыбка Конечно Не кололась Чтобы она Не мешала И так Все Поводочки Привязаны В принципе Все готово Осталось на катушечку Намотать Леску Вот Ну а грузики Уже конечно Подбираете Каждый сам Под свою резинку Понимаете Я в основном Ставлю резинку То есть Заплываю Ставлю Вот Забрасывать 16 метров Ну это Я не знаю Каким надо быть Чтобы швырять Так Вот Соответственно Груз использую Хорошие Кембрики Видите Для чего Я и говорил То есть Мы сразу Поцепим Крючки На кембрики Чтобы Не зацеплялись Вот видите Все Крючок На кембрики И так Каждый крючок Все отлично Крючки Вас не будут путаться При забросе При заплыве Вот И так само На катушке Не надо будет Штрикать их И так Вот край Резинки Под грузик Уже Под веревку Также пропустил Нипелек Вот Как перед этим Было Беру Веревку Сделал Просто узел Ну Как обычно Да Выпязал И затянул Вот А теперь Вот этот узелок Просовываю Вот это Ушко Резинки Вот Просунул Теперь Край веревки Просовываю Вот Ушко Веревки Протягиваю То есть Это для того Чтобы Ну В случае Поменять Веревку Другую Поставить Чтобы Не на узлы Вязать Все Оно Крепко Сидит И Никуда Оно Не денется На катушку Я намотал 50 метров Мне этого Будет Достаточно Значит Смотрите Резиночку На катушку Наматываем Не надо Натягивать Ее То есть Свободно Ее просто Свободненько Наматываем Почему Потому как Если вы будете В натяжку Ее наматывать Появятся Зайчики То есть Она начнется Ну Портиться То есть То есть Мы ее Наматываем Свободно Когда Порыбачили Вот Желательно Резиночку Не оставлять На солнце Чтобы ее Не полило Она тоже Портится В сырости Не оставляем То есть Просушиваем ее Дома В тени Там На балконе Но Не на солнце Все Резинка Готова Можно ехать На рыбалку Значит Друзья Если вам Это видео Было полезно Ставьте лайк Если интересно Вы гости Нашего канала Подписывайтесь На канал Я думаю То что сделано Своими руками Оно Более надежно И Намного дешевле Все Всем живой Удачи А в рыбалке Ни хвоста Ни чешуи Всем пока Субтитры